Всем привет, друзья! И как вы заметили, две недели я практически отсутствовала на ютюбе. И сегодня я вам расскажу, где же я была. А была я в деревне, и копали мы картошку. И деревня моя находится в такой глуши, в которой нет интернета. Но было одно место, где он ловил, и это, на удивление, был туалет. И да, я не вру. Так что, в основном, я наслаждалась природой, а также очень много работала. Ну и как же не насладиться вот этим замечательным видом. А также для меня деревня и бабушкин дом – это что-то теплое, душевное, а также ностальгия по моему детству. Ну и вот та самая картошка, которую мы копали. Вот такой урожай у нас родился в этом году. А также очень много мы гуляли, мучили соседских котов. И так как мы с дочкой кошатницы, то отрывались по полной. К сожалению, к концу второй недели коты начали от нас просто шарахаться. Но нас это не огорчало, и мы очень долго проводили времени на улице, так как погода нас очень радовала и баловала солнечными деньками. И еще одного соседского кота мы нашли и попытались его даже накормить травкой. Но, к сожалению, моей дочери кот оказался травку есть. Еще в этом году наша яблонька дала первые плоды. И это два вот таких красивых наливных яблочка. А также неплохо уродилась и тыковка, так что моя дочка будет обеспечена витаминами на предыдущую зиму. А еще мы очень много ходили за грибами. В основном, конечно, это были подберезовики и вот такие гнутые. И более мясистые. Вообще, я как заядлый грибник получила большое удовольствие и оторвалась по полной, так как с рождения дочери, это была моя первая вылазка за грибами. В основном, все время я проводила на огороде. Это прополка, копка картошки, посадка клубники. Также много мы ремонтировали дом, поэтому не буду вам показывать эти кадры, а предлагаю насладиться красивыми георгинами. Вообще, для меня деревня – это место душевного отдыха и мысленной перезагрузки. А также наслаждались наливными яблочками из чужого сада. И встречали даже яблочный спас. И посмотрите, сколько яблок удалось набрать. Это и белый налив, который, к сожалению, еще не успел окончательно дозреть. Но все равно своей кислинкой легкой обладал. А также много и других вкусных яблочек, сортов которых я, к сожалению, не знаю. А еще мы запасались витаминами на зиму и собирали очень много шиповника. Так что этой зимой будем пить настой шиповника. Ну, а по вечерам после трудового дня мы наслаждались красотой природы. Цивилизации практически тут совершенно никакой. Вода из колодца, мылись мы в мисочке. Но все равно я люблю это место, эта ностальгия. Ведь каждое лето, когда я была маленькой, я проводила у бабушки с дедушкой в деревне. И это мой второй дом. Так что, мне кажется, это место я не заброшу никогда. Потому что русский человек не может бросить то, по чем очень сильно ностальгирует и то, что очень сильно любит. Ну и напоследок мы, конечно же, еще помучили соседского кота. И я думаю, нас с дочкой он запомнит надолго. Игра. Субтитры сделал DimaTorzok